Девятилетний Александр Неродовский Смертельное ДТП произошло накануне на трассе Барнаул-Рубцовск на участке между Олейском и Шипнова. Как сообщает краевое ГИБДД, водитель легкового автомобиля, направляясь со стороны Рубцовска, по предварительной версии не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом. В результате погибла пассажирка легковушки, женщина 1969 года рождения. Водитель и пассажир ребенок госпитализированы. Сотрудники госавтоинспекции выясняют все обстоятельства трагедии, но очевидцы в соцсетях высказывают мнение, что виной могло стать состояние трассы. В этот день, сообщают пользователи, Барнаул-22 на трассе был сильный гололед, а дорожных служб не наблюдалось. К другим темам. Школьники всех возрастов смогли продемонстрировать, насколько они профессиональны в IT-сфере. Алтайский край присоединился к всероссийской акции «Урок цифры». Помогают ли такие занятия заинтересовать ребенка в изучении языка второй грамотности и нужно ли это совсем маленьким детям, узнавала наша съемочная группа. Понимаете ли вы принципы программирования? Обычные школьники с 1 по 11 класс уже разбираются в основах создания компьютерных кодов. Сегодня на уроке цифры они попробуют разобраться в компьютерных командах и алгоритмах. Многие берутся за задания с охотой. Программирование развивает мышление в различных областях. То есть кумир, тот же самый, он помогает ориентироваться в пространстве, развивает мышление на несколько шагов вперед. Но если старшеклассникам основы программирования вполне понятны и даже интересны, то насколько полезны такие занятия для младших классов? Как уверяют сами педагоги, уровень сложности для детей подбирается к их возрасту, а трудные алгоритмы объясняются в игровой форме. Если я им скажу, садимся, пишите вот такая программа, вот такая команда, записывайте и у вас на экране что-то появится. Это неинтересно. А если я им говорю, помогите роботу отсканировать рыбок и провести его до конечной точки, а тем самым они должны сделать то же самое, они делают это уже с удовольствием. Помимо выполнения задач по информатике, школьникам рассказали о способах создания своего интернет-проекта и правилах безопасности в интернете. Для этого ученики могли пообщаться с теми, кто непосредственно работает над этой задачей. Они уже живут все в интернете. Интернет, как известно, он очень небезопасный. Это с виду кажется, что угроза она виртуальна и вроде ничего плохого быть не может, но это иллюзия. Потому что за любой угрозой находятся какие-то физические люди, которые хотят что-то навредить, что-то испортить. К уроку цифры присоединился не только Барнаул, но и все районы края. Несмотря на то, что в сельских школах может не хватать компьютерного оснащения, интернет все же есть почти в каждом доме. Поэтому отказываться от уроков второй грамотности все же не стоит. Ирина Харитон, Юлия Гадар, Андрей Печоркин. Наши новости. Группа компаний, которые занимаются обслуживанием большей части локомотивов РЖД, открывает офис в Барнауле. Это отдаст в столице края 400 новых рабочих мест, которые позволят снизить напряженность на рынке труда. Подробности далее. Торжественный момент. Открытие в Барнауле центра «Локотехэксперт». И это еще одна точка на карте, уже 252-я. Специалисты будут заниматься ведением бухгалтерского и налогового учета для предприятий по всей России. А сами предприятия смогут сосредоточить свои силы на решении основных бизнес-задач. Одно из действий, которое нас приведет к более качественному учету, к более понятному, более прозрачному процессу бухгалтерского учета, к подготовке отчетности точно в срок. Именно в Барнауле общий центр обслуживания решили открыть не случайно. Эксперты учитывали одинаковую отдаленность от Москвы и Дальнего Востока, развитую инфраструктуру края, количество выпускников экономических вузов. Кстати, именно молодые специалисты составят костяк коллектива. «Нас не смущает отсутствие опыта. Мы будем вкладываться в этих людей, мы их будем развивать, мы их будем учить. Вы проходили, видели, да, то есть у нас готовы для этого учебные классы. Мы будем разрабатывать специальные программы именно с нашей спецификой, со спецификой наших заказчиков». Новейшая техника, просторные кабинеты, учебные классы, переговорные, зона отдыха для сотрудников – все это должно способствовать продуктивной работе. Сейчас в компании работает 230 сотрудников. В ближайшие месяцы руководство наберет еще 170 специалистов. Евгения Даровская, Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. Наши новости. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови. Принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность, возможен снег. Температура в Валейске, Рубцовске, Изминогорске – около 27 мороза. На Взаринске, Кулундее и Славгороде – минус 28. В Барнауле днем 27 ниже ноля, северо-западный умеренный ветер. Все новости к этому часу. 722-440. Телефон нашей редакции. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!